Всем привет, мои хорошие! С вами Селена с Вэй. Мы начинаем новый влог. Сегодня у нас просто день сумасшедший. Сегодня у нас все по записи и уже сейчас половина двенадцатого. К двенадцати мне нужно на стрижку. Да, сегодня у нас будет стрижка. До конца не знаю, все-таки обрублю я вот так волосы или все-таки мы что-то сделаем. В общем, еще от мастера будет зависеть. Буду с ней разговаривать. Проснулась под будильник в салоне, там, может быть, говорят, воду отключат. Хотели перенести меня. Я говорю, нет, у меня очень сложно все с тем, чтобы записаться или еще что-нибудь. Поэтому я говорю, давайте я дома голову помою и приду уже с чистой головой. Так что я помыла голову, просто высушила ее своим новым феном, кстати. Быстро высушила рука, вообще не устала. То есть, ну, я имею в виду, что быстрая и что не такой тяжелый фен. В общем, круто все высушила. Причем мне нравится, что там не горячий воздух, а там есть реально средний воздух. Этот средний воздух, он реально не горячий. Он реально средний, потому что во многих других фенах ты вроде включаешь средний, но все равно тебе горячо. Вот. Короче, посушилась, пью кофе. Сейчас еще одну сделала кружку себе с собой, наверное, да. Денька кушает, он со мной сегодня. Потом у нас логопед сразу же после стрижки. Потом у нас в поликлинику там очередная запись понесем. Справки все заберем и запись там к доктору. В общем, все понесем, посмотрим, все справки возьмем для садика уже. И вроде потом освобожусь, но все так впритык расписано, как-то так получилось в один день, что я боюсь, что я буду нервничать. Но надо держать себя в руках. Включаю камеру, чтобы самообладанием заняться вместе с вами. Я опять опаздываю. Я уже опоздала, потому что 12 часов уже. 12.10 на часах. Но, слава богу, мне здесь ехать 5 минут. Я думаю, ничего страшного, тем более я голову сама помыла. Как бы на это время мы уже не тратим, а я бы брала с запасом время. Кофеек. Ловим джем. Все будет хорошо, везде успеем. Все прекрасно. Все, выходим. На улице погода, просто шик блеск. Я не знаю, сколько градусов, но мне кажется, просто весна. Люди в свитерах. Ветра нет. Пахнет птичками. Пахнет птичкой. Пахнет весной. Цветочками, прям свежесть. Кайф. Кто-то мне писал, кстати, Селена, ты говоришь, что ты опаздываешь и трындишь в машине. У мамы долго греется машина, если что. Так что 3-4 минуты я могу вообще даже 5. Легко. Легко трындеть. Пока не нагреется она. Но сейчас я не буду ждать, пока она нагреется. И ничего. Что, девочки, я приехала. Смотрите, вот последний раз. Какие они до волосы. Вроде бы длинные, да? Но покоцанные. Вот так. Поехали. Ну что, крошки, смотрите, как красиво сделали. Все сравняли. Сзади, смотрите, почистили. Вообще не видно лесенки. И, как всегда, концы просто тяжеленькие, классные. Я вообще довольна. Обновилась, как будто, я не знаю, современный человек. А до этого, как будто я из 80-х или 90-х была. В общем, еще чуть-чуть подрастет у нас здесь, да? И мы потом обрежем так, чтобы уже одной длиной все росло. Я довольна. Волосы обновленные, увлажненные. Так что горячие ножницы рулят. Ну, главное, выберите мастера. Довольна, как слон, как слон, просто класс. Как она это сделала, я не знаю. Я хожу только вот к одному мастеру. Там у них два мастера, но второго я не знаю. И как бы просто хожу к Софи все время. Кому интересно, девочки, ссылку оставлю под видео. Это салон XL. Раньше их было два. Один на Сельмаши, один в Александровке. Вот. На Сельмаши закрыли. И теперь в Александровке. Вот. У них, короче, куча всего. Приехали мы к нашему фитнес-клубу. А, еще забыла сказать. Смотрите, какую масочку мне подарили. Кстати, там уходовая косметика. Инсайт. Как-то уже дарили, делали мне презент. Я пробовала, рекомендовала вам. Хорошая косметика. Вся натуральная, главное состав. Знаете, кто заботится о составе. Без парабенов. То есть здесь не только без парабенов и без всего. Здесь просто натуральный состав полностью. Они... Вообще вот этот салон XL. Я уже говорила о том, что они очень тщательно подходят к продукции, к качеству продукции, да. То, чем они красят у них. То есть краски не такие, которые везде, да. То есть они тщательно подходят к краскам, да. Что там составы, как реагирует, пигментация, насколько, какая, как на волосы отражается, да. То есть у них там хорошая итальянская, по-моему, какая-то краска. Я не помню название, да. Но вот у них хорошие краски. И уход у них весь, вот этот вот инсайд, тоже он весь натуральный. Вот мне такую масочку задарили. 98% натурал. Короче, у нас еще есть время. Полчаса еще. Мы сейчас пойдем покушаем, потом к логопеду. После логопеда уже сразу поедем, конечно, это... Это попрогончик, знаешь? Попрогончик. Смотрите, что нам принесли. Черные макароны с креветками. Креветки, кстати, не сильно крупные, мелкие. Но говорят, они вкуснее. В общем, сейчас заценим. А Деня пока ждет свой омлет. Представляете, черные макароны за милую душу. А я помню, мы были как-то в каком-то итальянском рестике, ресторан, кафе, не знаю. Блин, известное очень. Короче, там были белые макароны с зелеными. Он зеленые все отложил, а белые съел. Я подумала, что он не ест цветные. Пожалуйста, черные. Бурман. Ему нравится. С креветочками. Стоять. А что ты делаешь? Стоять. Ну что, пообщались мы с логопедом. Полчаса было у нас сейчас ознакомительного такого занятия. Мне понравилась женщина очень. Она мне, кстати, напомнила одну девочку из Москвы. Только здесь взрослая женщина, а у меня подружка, ну, моя одногодка там, да. Она в цирке выступала, по канату ходила без страховки. Вот, да, это приятные впечатления, потому что у меня приятные впечатления от той подруги. И тут женщина напоминает мне и энергетикой напоминает, и по разговору напоминает мою знакомую хорошую, вот, которая в Москве сейчас живет. И я как-то сразу так раскрылась. И, ну, хорошая, прям приятная женщина мне понравилась. И, знаете, у нее не было такого, что, ой, вот тут проблемы у ребенка, вот тут проблемы у ребенка. Знаете, ничего такого, как бы, она говорит, что вот это у него очень хорошо развито, да. Там, говорит, вот для его там лет, вот это вот он молодец, да, вот это он молодец. Также с буквами, со звуками сказала, говорит, надо, чтобы звуки учил. А у нас же был планшетик, и он выучил все, алфавит, как он говорится, да, там, F, H, туда-сюда. Она говорит, надо прям звуки, надо вот сейчас, ну, сконцентрироваться на звуке. Потому что часто, когда читают потом дети, они читают неправильно. Я говорю, ну, это не проблема, говорит, у него очень хорошее вот это вот подражание. То есть он прям подражает хорошо. Вот, моторика мелкая у него, ну, тоже достаточно как бы сильная. Ну, а там одна часть какая-то сильная, другая надо развивать. Ну, в общем, мне она понравилась, и мы записали сейчас, пока будем один раз в неделю заниматься, полчаса. Вот, и как раз она, ну, сейчас я посмотрю, какие там у нас занятия, чтобы я пока занималась. Она, допустим, с ним полчаса позанималась, потом отвела его в детскую, вот, за другим ребенком сходила. В общем, все, будем ходить к этому логопеду, она мне нравится. И Деньке вроде понравилось, у нее столько игр всяких интересных. Кстати, открыла там игрушку интересную, надо на Алике заказать, и это, пусть Денька играет. Все, сейчас едем за документами, за нашей картой для садика. Уже, наверное, завтра документы все отнесу в сад. Фух, крошки. Дома я хожу, в каждое зеркало заглядываюсь, наслаждаюсь, реально освежилась. Класс, ну, совсем другое дело. Какая-то стрижка теперь современная, на современную похоже. Не то, что в прошлый раз. Ну, не знаю, как-то вообще. Прошлая стрижка мне не зашла с самых первых дней. По-моему, вечером уже пришла, я такая думаю, что-то не то. А сейчас вообще шикарно, прям вот-вот, все, я нашла. Нашла своего человека, и вот эти горячие ножницы мне очень нравятся. Короче, я пришла домой, и я, честно говоря, подустала. Прям, знаете, сейчас взяла и уснула. И это еще момент, что я не выспалась. Я легла в 3 часа, проснулась. Ну, в 3. Куда в 3? В 4 я легла, опуснула, а проснулась в 10. И, конечно, я не выспалась. Я это встала, и для меня голову помыть уже устала, понимаете. А тут голову помыть, туда сесть, потом туда сесть, потом туда сесть. Все, домой пришла, я такая прям, ну, мне нельзя сейчас отдыхать, мне надо видео смонтировать, выложить вам. Нужно приготовить что-нибудь. Вообще, по-хорошему, еще надо было бы снять что-нибудь. Документы все собрали, сейчас все папочку сложила, сформировала. Завтра надо будет отнести в сад и уже точно уточнить, прям вот, когда мы выходим. Или опять все предварительно. Что-то мне кажется, что в феврале, 1 февраля мы не пойдем еще. Почему-то мне так кажется. Давай. Денька достал вот из Фаберлика вот такой спорт, Фаберлик спорт. Я говорю, нужно устоять теперь на нем. Давай, отпускай ручки и становись нормально. Давай, давай ручку мне помогать, мама. Все, отпускай мамину ручку. Мамину ручку. Становись нормально. Так, отпускай мамину руку. Ну, давай сам. Ровненько стань. Ножки поправь. Не хитри. Давай. Вот сюда ножку ставь. Так, становись. Так. Давай, становись. Ты помогай. Все, ручки в стороны. Ручки в стороны. Руки вверх, День. В стороны. Вот. Давай, мама попробуй. Опа. Смотри. Опа. Глянь, как мама делает. О. О, не надо меня крутить, зайка. О. Ну, конечно, я упаду так. О. Ты какой. Сейчас Денька найдет применение. Ну, что, мои хорошие. Всем хорошего дня. Я решила. У меня пока есть время. Пойду потом за посылкой. Пока есть время, я решила. Зашить все то, что у меня где-то порвалось. Вот у меня карманы порвались на одном пальто. Надо там их зашить. А то я не ношу свое синее гламурное пальто. Именно потому, что в карманах дырки. Потом у меня петелька там где-то оторвалась. Короче, я сейчас зашью все вещи, которые нужно зашить. Я это делать вообще не люблю. На это время никогда нет. Но вот сейчас вроде появилась. И, наконец-таки, буду носить новые вещи. Без дырок. Слушайте, крошки зашила. Только два кармана на пальто и петельку к платью. Хожу еще, думаю, что еще зашить хотела. А эти зобы куда полезно? А ты в коробку лезешь? Ай, любит коробки эта жопка. В общем, знаете, как это называется? У страха глаза велики. На самом деле, вот два предмета надо было зашить. А мне казалось, что целая гора чего надо зашить. Какой кошмар, страшно. Время 10 минут восьмого. Мы выезжаем в Фаберлик. У нас Фаберлик работает, кстати, очень неудобно. Ну, только суббота работает днем. Все остальные дни с 18.30 работает. Неудобно. Но с 1 февраля вроде бы собираются сделать получше. Сейчас еду за посылкой. Специально целый день снимала, делала дела, чтобы вечером выехать. У меня были еще сегодня дела днем, но вот так, чтобы, знаете, их сделать, а потом 2 часа где-то гулять, чтобы специально поехать в Фаберлик. Ну, и вообще вечером вот сейчас так слякотно, такая вот сейчас, знаете, погода. Выйти, замерзнуть быстро под одеяло, взять плюшки какие-то, включить классное кино и все, и никуда не выходить. Вот такая сырая, мерзкая погода сейчас. Хотя вроде не очень холодно, но чуть-чуть как будто морозит. Как бы не приморозило все. Как бы слякотно и морозит. Короче, непонятная погода, я такую не люблю. У меня же сразу домой захотелось под одеяло. Еще у нас радость. У нас открылась пятерочка в соседнем подъезде. Просто. Поэтому сейчас мы заедем за Фаберлик, и потом покупки пятерочка сделаю, и, конечно же, сниму отдельное видео на свой второй канал. И Фаберлик, и распаковку пятерочки. Все на моем втором канале. Вот, пожалуйста. Ага, ты только что ворчал на меня, а теперь думаешь, я тебе что-то буду покупать вкусненькое. Тем более, сахар нельзя. Все. Так, сейчас я что-нибудь хочу купить, снять обзорчик. Как раз очень всего мне много надо домой. Ага, конечно, сейчас размечтался. Никаких сладостей, все. Все сладости без сахара только. Так, в чем мы здесь вообще стоим? Уходим отсюда. Столько книг разных читаю. Теперь знаю, что белый хлеб вообще лучше не брать. Теперь надо найти тот хлеб, который можно брать. Ну, в общем, ладно. Я беру со трубями маленькие. Я не знаю, как бы его вообще до конца можно брать или нет. Расскажу потом. Вот это точно знаю нельзя. То, что у тебя в руках, Дэнь. Слушайте, так много вообще пространства здесь. Вообще отдельные яйца вот стоят. Пожалуйста, выбирай, какие хочешь. Селяночку возьму. Слушайте, СО дороже. Значит, это лучше, правильно я понимаю? Да, вижу, вижу, Дэнь. Так, все, естественно, показывать не буду. А то, что я потом на втором канале в распаковке буду снимать, да? Короче, радуюсь. Новые пятерочки выйду, расскажу потом, каково оно тут находиться. Короче, мои хорошие, вообще, эта пятерочка новая пока что что-то меня не особо порадовало. Потому что, во-первых, это первая пятерочка, в которой такие большие лабиринты. Там, видимо, в общем, много разных стен, перегородок. И я, в общем-то, уже обошла ее три раза, чтобы найти сыр и масло где. И оказывается, там, знаете, как эти, как комнаты, отдельные комнаты. И плюс их не видно очевидно вот так, да? Вот обычно ты заходишь в пятерочки или в другой большой магазин, ты видишь, как бы, вот его все стены, да, он такой большой, и ты видишь, что там этот отдел, там это. А здесь отдельные комнаты. И есть комнаты, которые неочевидные, как бы, да? Может быть, ты уже в служебное помещение идешь, а там, оказывается, комната. В общем, пока привыкнешь, где что находится, указателей пока особых никаких я не увидела там, да? Вот. Ну и плюс на кассе тоже там еще нету, знаете, вот в пятерочке на кассе все время есть там какой-то список, да, продуктов, которые бьются именно по их штрих-коду там, да, отдельному какому-то. Этого нет. Нет, менеджер бегает от кассы к кассе, чтобы вот эти вот найти в телефоне этот штрих-код, чтобы дать, вот, лента не едет. Ну, в общем, все новое, все это, но что-то ничутька еще не доделано. Но первый день обычно бывают какие-то всякие сложности, недочеты, смотрят, я думаю, что начнется. Потом указатели уже сделают, где что находится, да, вот. Ну, в целом, все чистенько, классно, взяла два пакета еды, сейчас буду делать распаковку на свой второй канал. Кому интересно, что я там взяла, смотрите. Так, решила приготовить смузи, кинула три стебля сельдерея, половинку вот такой вот грейпфрута и один апельсинчик. Сейчас попробую без добавления, без ничего, вот так попробую сделать, попробую, что будет вообще. Попробую, попробую. Думаю, что же я забыла? Яблоки забыла. Всем доброе утро, мои хорошие. С утра пришла доставочка еды. Такие четыре пакетика, но я их не буду разбирать на втором канале. Обычно я крупные покупки разбираю на втором канале. Но сейчас не буду, потому что здесь не так много я взяла. Я взяла пять литров соего молока. Я взяла вот такое еще, обычное молоко. Очень много что, ну, я отменила, потому что я уже в нашей новой пятерочке взяла. Ой, смотрите, как сделали мини-печеньки вот такие вот вкусные. Написали, доброго вам дня, Исмайлик. Вот мелочь, а приятность, да? Так, вот такой вот гранатовый стопроцентный сок. Полезненько иногда гранат. Авокадо, мой любимый. Кстати, этот какой-то чуть твердовато, ну ладно. Ну, печеньки это для Дэни я взяла. Одно традиционное, одно молочное какое-то. Так, это молоко все. Это по акции сосиски. Представляете, вчера в пятерочке я их взяла за 146 рублей одну. А здесь по акции 68 рублей одна. Короче, у меня получилось две меньше, чем я одну купила. Вон, две взяла. Кстати, срок давайте посмотрим. До 23-го, 0-2-го. Ну, если что, маме одно отдам, одну себе оставлю. Еще вот такое молоко взяла. Ну, это для Дэньки, там, кашечки делать ему. Сыр вот такой вот. Это он любит с макаронами и пармезан. Очень долго хранится. Ну, как по сравнению с обычным сыром дольше хранится. Так, еще там молоко. И вот такой вот сок мне нравится. Тоже по акции он был, я его взяла. Я в пятерочке его за 103 рубля, по-моему, вчера взяла. А здесь за 50, ну, 50% скидка была. 50% с чем-то. Думаю, ладно, возьму. Я добавляю в смузи их. Ну, это все, небольшой такой заказик был. Поэтому не буду отдельный обзор делать. Ну, что, на скорую руку сделала салатик крабовый. Мой любимый. Всего 4 ингредиента. Крабовое мясо, огурец, кукуруза и яйцо. Секрет салата, чтобы он был гармоничный и вкусный, это чтобы все было порезано одного размера и в одинаковых пропорциях. Приятного аппетита. Фух, крошки, какой-то сегодня день вообще такой, знаете, как в тумане, во фрустрации. Нравится мне это слово. Я думаю, что я его правильно понимаю. Во фрустрации, расфокусированная вся. Короче, я сейчас два раза поднималась домой с Деней на лифте, потому что я забыла эту колбасу убрать со стола. Думаю, ну все, я же съест, милка. Садись, Дэй, на кресло на свое. Мамочка, подвинься. Подвинься, подвинься, на. Любит, когда вот так вот опущено все, и он держится там. Потом забыла телефон. Вот. Я еще толком ничего не ела. Я съела две ложки салата, но мне утром просто ничего не лезет. Поэтому салат тоже брала в холодильник. Дэньку, главное, накормила перед тренировочкой. Да, и сейчас, ну, у меня будет тренировка, он будет играть с детьми. Потом мы вместе пойдем в бассейн плавать. Вот такие планы у нас. И все. Больше ничего сегодня я не планирую. Потом приехать домой. Сейчас созвонилась с одним парикмахер, стилист, колорист. Все вы его знаете. Там мы участвовали вместе в одном проекте. Завуда называется. Холостяк наш. Ростовский был. Вот, он же парикмахер. Вот, сегодня позвонил, сказал, что из Испании привез какой-то новый уход. Плазма для волос. Вот. И хочет сделать мне эту процедуру для волос. И приглашает меня. А завтра как раз день рождения будет у Полины. Я вообще хотела покраситься. Он говорит, давай я тебе и потонирую. И, короче говоря, возможно, завтра вот красоту мне наведут. Не знаю. Посмотрим, как со временем получится. Я сейчас время точно и сделаю. Если завтра все получится, то перед днем рождения я уже буду красивая. А, взяла новый халатик. Видите, он в два раза меньше или даже в три места занимает. Сейчас я попробую в нем. Если будет не холодно, я его оставлю, а тот домой заберу. А, еще вот забыла, что сказать. Мы едем на Абум, потому что я не могу нигде найти расписание. Где расписание, которое я взяла? Так что я еду по памяти. Надеюсь, что у них расписание предыдущее сильно не изменилось. Короче, еду. Не знаю даже, что там будет сейчас за тренировка у меня. Так, пришли. Отправила Даньку в детскую. Нашел он себе здесь друга. Вот. И они там вместе бесятся сейчас. Я пойду. Пришла. И ничего сейчас не работает. Кстати, женщина здесь была с ребенком. Только что они были в бассейне к часу. И сказали, что народу столько. Говорит, купаться негде. Три дорожки заняли. А в час у них здесь один раз в неделю, по-моему. А, нет, не один даже раз в неделю. А вот в час, по-моему, каждый день почти. У них вот эти идет акваэробика. И я думаю, как хорошо, что мы время другое выбираем. Как раз таки сейчас никого там не должно быть. И так как я никуда не успела, йога уже началась. Я сейчас просто похожу на эллипси немножечко. И все. И пойду из бассейна. Будем за тот час плавать. Первый раз встала на такой тренажер. Как будто по лестнице поднимаешься. Так качаются ягодицы. Вот эта часть. И прям если чуть назад и на пяточку упор, то ягодица очень круто качается. Я вот уже почти 6 минут хожу. Просто вообще все горит. Да, это я. Это протеиновый, без сахара. Мой любимый. Сарахисинк. Смотрите, какой у меня классненький купальничек. Фигура сразу. Я никогда не думала, что в отдельном купальнике. В общем, в итоге вот такие мы красивые. Денька. В большом халате. Пошли. Что-то тебя как-то неправильно натянуло. Так, прыгай. Аккуратно. Давай. Не прыгай только, Денька. Прыгать нельзя. Ну вот так мы купаемся. Нравится? Холодно. Ой, хорошая вода. Все, сейчас мама идет. А я вот с такими штуками. Так, ну что, вот мы искупались. 45 минут мы купались с тобой, Денька. Я его вытерла своим халатом. Мы полотенце забыли, представляете? Вытерла своим халатом и засунула его в сухой этот. Ну, вроде нормально. Губы синие. Сейчас пойдем посушимся и домой поедем купаться. В общем, закончился наш день в фитнесе. Пол шестого. Сейчас отлично вообще даже еще. Силы могут быть дома у меня на съемки какие-то. Короче, я отвела Деньку в детскую и пошла, а я сказала, да, и пошла на йогу. Час позанималась йогой. Вроде бы особо ничего не делали реально, там пару-тройку упражнений. Они просто долгие. Она рассказывает, как что делать там, да. Ну, у меня так потянулась спина, блин, короче, там мышцы на голове постояло еще. Вот. Потом походила на этой штуке прикольной такой, знаете, как будто на этаж. 26-й этаж поднялась. Ну, у меня так прям горели ягодицы, и все, я буду там постоянно заниматься. И поплавали 45 минут почти, 45 или 50 даже. Где-то так поплавали, отлично. Короче, у меня опять тело все прям, знаете, прям в тонусе. Помочка, подвинься. В общем, сейчас голодные, едем домой. Взяла один протеиновый этот, вафлю протеиновую, вот. Ну, сейчас дома у меня салатик, а Деньке сейчас что-нибудь приготовлю. Может, гречку с мясом. Сейчас едем. Тут, как всегда, пробочка вот к этому времени. Мы такое, в хорошее время уезжаем. Как раз там народ начинает пребывать, фитнес, а мы вот уезжаем. И дожди, кстати, девчонки сегодня передавали дождь несколько раз. Но мы, вот как счастливчики-везунчики, не попали ни под один дождь. И даже сейчас выходили, даже не капало ничего. А вот сейчас в машину сели, и чуть капает. Знаете, вот эти моменты, он то идет, то не идет, то капает, то не капает. И мы вот выходим, как раз он не капает. А только мы в убежище, он начинает капать. Люблю, когда так получается. Очень интересно, удачно. Доброго вечерочка, мои крошечки. Реально, после трения мы с Денька вообще безумно устали. Он сейчас уснул просто вот так вот, на касание в одном. Он в машине такой спокойно ехал, пришел домой тоже, такой весь лежит, что-то кино какое-то включил, смотрит. В общем, вот так и надо прям. Хотя толком, вот я говорю, я даже не позанималась. Это вот прям плавание 45 минут, мы вот прям нон-стопом туда-сюда, туда-сюда. Я не знаю, сколько раз мы вот так вот с ним поплавали. Если я устала, ребенок тем более. Ну, нормально, он по часу плавает в детском бассейне в своем. Он там и ныряет, и тренируется, и все, прыгает нон-стопом, не отдыхает. Поэтому для него это привычно, для меня нет. Короче, удовлетворенный. Что я хотела сказать? Сегодня я заканчиваю влог, потому что завтра я влог начинаю новый. Завтра мама приедет. Завтра Денечку, значит, с бабушкой оставляем. Завтра я записалась к мастеру на уход. Уход очень интересный мне предложили. В общем, знакомый мой с Испанией привез какой-то супер-супер уход. Вот, и говорит, приезжай, сделаем тебе. Ну, я же за. Но я еще собиралась тонироваться, а там какой-то уход такой, куда внедряется тонировка. То есть прям между процедурами, я так поняла. Вот, но он меня и притонирует сразу. Ну, и завтра я иду на День рождения к одному из блогеров. Вы его знаете наверняка, наши ростовские. Но это вы увидите уже в следующем видео. Мое преображение и наши веселые пати, пати-движения. Вот, и оставлю это все на следующий насыщенный влог. А так, что могу сказать на сегодняшний день? Я счастлива. Ну, как иначе, да? Я счастлива. Начала читать еще одну книгу. Все, скоро уже буду снимать. Сейчас я преображение сделаю и буду снимать вам уже про книги-видео. Начала читать новую книгу. Называется «Иди туда, где трудно». Вот что-то такое, да, да, что-то такое, 7 навыков, там, чего-то там. Ну, короче, название не сильно запомнила, но вот «Иди туда, где трудно». Вот это, да, начала читать. И прям уже с первых сразу строк, да, мне очень понравилась книга эта. Я там даже слезу пустила в афиге, как в Южной Корее. И вообще, какие обычаи, правила, пятитысячелетние, пятитысячелетние правила и обычаи, да, как там люди живут. Я что-то аж всплакнула, блин. Ну, дальше все хорошо. Книга как бы о хорошем, о воссоединении тела, разума и духа. Вот, да, и чтобы вот идти к своим целям и, вот, короче, возможности испытать своего тела и такое все. Ну, начало мне вообще очень понравилось. Такая, мне кажется, вдохновляющая, интересная, поучительная книга, думаю, будет. Обязательно тоже о ней расскажу, если успею ее прочитать. Но если не успею, то оставлю ее на следующий заход книг. Вот, так что такая я еще под впечатлением. Сегодня отдыхаю, сейчас буду монтировать этот влог для вас. Поэтому взяла камеру, чтобы его закончить. Вот, собираюсь сегодня лечь пораньше. Сейчас вот у нас без 10-12 ночи, да, я постараюсь лечь пораньше, но не обещаю. Но не позже трех. А это кто же францешка такая? Это францешка моя. Ой, мам, кто кусает? Вот так. Целовать, облизывать, мам, можно кусать князья. Мам, ты че, девка? Ты че, девка? Попутала, что ли? Ты че, ламсы попутала? Что за лапа вот эта? Что, продерживаешь, мам? Что б не убежала? Посмотрите, какая. Ты, Паша, третий, какая. Придерживает. Ты наглая, что ли, морда? Давай пять. Привет. И мне хочется ее потягать вот так. А ты потягать, когда она вот такая вот наглая, на мать нападает. Ну наглая, ну что за наглость, ну что за наглость, что за нос? Люблю кошку свою, невозможно. Люблю ее тискать, мучить, целовать. Она отпирается от меня, жопка. Ну, в общем, все, мои хорошие. Давайте заканчивать влог. Прощаюсь с вами, я люблю вас, целую. И желаю вам новых каких-то совершений в жизни, вдохновения, каких-то новых идей. Это всегда так круто, когда ты идешь, к чему-то идешь, и поднимаешься по ступеням, чувствуешь эти ступени своего роста, какого-то развития, каких-то событий жизненных, о которых ты давно думаешь. Вот у меня в жизни так все происходит, я радуюсь каждому моменту, каждому росту. И вам это желаю прочувствовать, это очень круто. Всего вам хорошего, мои хорошие. Всего хорошего, мои хорошие. Прощаюсь до следующего видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok